всем привет мои хорошие привет вам из версии на дорогие мои друзья это моя первая трансляция в одноклассниках так что пожалуйста не ругайте мне если я что-то не так делаю я делаю значит начала уже трансляции в инстаграм а сейчас я вот хочу поделиться и с вами а сейчас вы меня увидите привет привет я одену очки потому что ничего не вижу солнце такое так мои хорошие я нахожусь в смертине для тех кто меня не знает давайте познакомимся меня зовут светлана то я блогер из мерсина из мерсина живу в турции четвертый год замужем второй раз у меня двое детей взрослых и трое внуков маленьких от моей дочери сын у меня не женаты и надеюсь пока не обрадует меня этим потому что он сейчас должен работать он закончил морскую академию и должен найти работу отслужил армию ну муж у меня турок как вы догадались сама я медсестра по образованию здесь я дома хозяйка бизнес-вумен конкретнее чем я занимаюсь здесь меня не могла реализоваться устроиться на работу по этой специальности поэтому нужно было искать и я нашла бизнес по интернету и сейчас очень многие жены иностранцев и жены турковые наверно по всему миру такой же ситуации где-то в своей стране мы всего достигли добились а здесь мы начинаем все с нуля и поэтому но мы женщин такие хотим двигаться вперед развиваться не стоим на одном месте поэтому ищем себе приключения ищем развитие работу и поэтому мои хорошие я нашла бизнес по интернету как которое это универсальный вид заработка я очень довольна потому что я второй год и уже постоянно у меня капает бонусы каждый день да вот вчера я сто семьдесят евро заработала позавчера сорок сегодня тоже заработала завтра я вам расскажу на своем канале инстаграм может быть подписывайтесь поэтому на мой канал инстаграм если вам интересна эта тема я могу вам сказать одно что вы как понимаете я публичный человек я никого не обманываю я говорю все правду и я говорю что реально здесь можно заработать деньги то есть на моем бизнесе здесь реально можно нужно так ну и переключимся давайте на хорошую тему еще более приятнее я вам покажу о том городе где где я нахожусь мерсин мерсине скоро будет около трех миллионов человек численность населения его продолжительность огромная даже не знаю сколько километров но мерсин очень огромный мы живем например в одном третий район после центра и мы добираемся до центра около часа вы представляете сколько нужно ехать насколько огромно сколько огромен мерси вот значит в этой стороне тарсус а дана той стороне противоположной эта сторона сторону анталии мерси находится на побережье средиземного моря рядом с алании и анталии но никто не знает о мерсине почему потому что у нас нету аэропорта но как как я знаю его уже строят и заканчивает в этом году так что скоро узнает все весь мир вы наверное познакомились со мной и узнали о мерсине у нас раз год проходит цитрусовый фестиваль в октябре это обалденное событие красота вы можете посмотреть если вам интересно на youtube канале мой плейлист цитрусовый фестиваль очень красивый очень я его в этом году увидела совсем другими глазами раньше не обращала внимания а сейчас я увидела его другими глазами и очень мне понравилось и что я еще могу сказать что раз год проходит вот такой цитрусовый фестиваль на него приезжают группы из всех районов из всех из всего мира можно сказать из грузии из россии из украины и белоруссии из ирана из индии из из Америки даже да я видела по моему индейцев видела не знаю откуда они приехали но было такое ну неважно но могу сказать что город чистый люди здесь дружелюбные все улыбаются даже хоть пытаются поздороваться вот я когда иду с мужем все на меня смотрят и улыбаются он говорит ты их знаешь я говорю ну откуда я их не знаю ну такие вот они дружелюбные продукты здесь дешевые можете посмотреть моё новое видео которое я загрузила на youtube и сами в этом убедиться погода здесь шикарная вот сегодня 25 февраля а я вот так вот разделась я сижу видите и уже кажется я начинаю принимать загар наверно двадцать пять градусов будет это точно на солнышке чем еще отличается мерсин от других городов я не знаю чем отличается но я расскажу о хороших качествах то что я видела здесь так про рынок я сказано про про это все сказано кто-то мне что-то написал светлана спасибо вам за трансляцию поближе посмотрите улицы житель вот посмотрите сзади меня сели жители можете посмотреть на них там дальше тоже сидят жители покажу я вам в своих видео потому что так неудобно будет напрямую снимать их в основном сейчас все работают сюда приходят бездельники или такие домочадцы как я или пенсионеры в это время ну а я работаю когда хочу поэтому могу себе позволить люди здесь очень красивые есть очень красивые ну здесь много беженцев сирийцев но они тоже очень хорошие люди дружелюбные как и по всему миру их полно беженцев да это что-то случается и кто-то куда-то бежит или землетрясение или война так что люди турки приняли хорошо и мы принимаем хорошо и они безобидные хотя многие пугаются не надо бояться очень хороший народ все зависит от человека если ты будешь таким вредным пакостным то и к тебе будет также относиться не так и ну я так думаю еще что я могу сказать вам о мерсине плохие стороны какие мерсины здесь очень повышенная влажность летом начинается в конце июля август с вас будет течь пот вы будете постоянно потная липкая хоть даже если вы вышли после душа но я человек приспособленный к к этим условиям потому что батуми одно из сырых мест по всему миру поэтому для меня я очень быстро адаптировалась к этому климату очень здесь жарко но днем никто не выходит на улице хотя я выхожу вот сижу в тенях под деревце под деревцами для меня это тоже не страшно не знаю я адаптировалась и меня ничего не пугает абсолютно хотя когда я только приехала моя залог как и твой ты знаешь у нас так же такая жара здесь ягур а сколько жарко 40 градусов так жарко а я говорю у нас тоже батуми 40 нет проблем и и действительно для меня не было никаких проблем море вот я например летом каждый день хожу вот на этот пляж вот на этот пляж находится прямо вот там вот мой дом если мы едем и мой муж не любит сюда ходить потому что все жители турка турции мисс мерсина они уезжают подальше эрдемли а я аж тумук теджи там специально приспособленные пляжи со всем великолепием ресторанчиками с вами барами здесь так скромненько на пляже ничего нет но взаде вы видите по той стороне магазины то есть не магазины кафешки так что мне здесь очень нравится и не пугайтесь вот посмотрите еще на одного жителя покажу вам если он не не будет против вот люди здесь любят заниматься спортом так же как я очень много пенсионеров пенсионеров пенсионеры здесь очень красивые ухоженные потому что у них хорошие пенсии я не перестаю удивляться какие они вообще ухоженные люди при достатке сейчас я одену другие очки почитаю что вы мне тут пишите что светлана слепая а светлана благодаря ютубу и начнем здравствуйте светлана спасибо вам за трансляцию если по моему можно поближе посмотрите улицы жителей города мессина но я уже показала ответила на вопрос спасибо очень очень приятно что русскоязычные наши граждане находятся по всему миру и очень интересно о городах мира спасибо николай вы только здесь один я вижу никого нету больше ну ничего это первая трансляция и то хорошо что вы николай присоединились а ко мне ну зато эту трансляцию могут потом посмотреть люди конечно они не сидят сейчас как я бездельничаю все работают занимаются делом ну что еще вас интересно что я могу еще рассказать я буду так почаще делать трансляции в одноклассниках хотя я делаю в инстаграме надо выходить с вами на связь общаться да вот я хотела рассказать об одном инциденте что произошел со мной два дня назад я не могу зайти в одноклассники через свой на свой профиль вы знаете вы или нет но одноклассники заблокировали в Турции в компьютере не зайдешь вот только мы заходим через телефоны мобильные и у меня когда я набрала свой логин пароль ваш профиль заблокирован или удален после трех попыток я начала паниковать зашла с мужа телефона в одноклассники а там какая-то другая картинка представляете и это женщина или кто там уже начала активную работу деятельность на моем канале фотографий моих нету я вообще не поняла что происходит но я же не сижу сутками может это случилось и два дня назад я не каждый раз захожу в одноклассники у меня много сайтов много работы по бизнесу и изредка наведываюсь в одноклассники я начала писать службу поддержку они не отвечают в общем в течение целого дня я провела время в своих переписках я очень испугалась что я потеряла столько друзей потому что это второй сайт мой первый мой заблокировали не знаю по каким причинам была такая паника такая паника думаю боже мой начинать все с нуля но я привыкший человек я всегда начинаю все с нуля в каждой стране очень много работы я поменяла отделение даже когда была медсестрой и уже привыкла к этому но все таки обидно так что мои хорошие подписывайтесь на мой канал на ютубе а также на инстаграм и мы будем всегда на связи вы меня не потеряйте а я вас мне кажется если нет вопросов буду заканчивать вопросов нету ольга здравствуйте приятно вас видеть а мы уже заканчиваем мне кажется здесь я уже достаточно времени для первого раза смотрите сегодня сказала вам или нет не пошла на пилатес была занята и вот решила пройтись по набережной нашей история очень интересная умерсина очень интересная тут рядом находятся города Тарсус в Тарсусе возродилось христианство там столько красивых мест у меня есть видео все о Тарсусе и то не все мы просто физически не успели с мужем ну что мои хорошие буду прощаться пока пока то мне уже тут написали что надо заканчивать